Доброго часа, уважаемые! Сегодня я в районе огородов Дарзани, это такая окраина Риги. Слышите, птички поют, здесь огороды располагаются, и тут идет велодорожка, пешеходная, вот видите, велополоса есть. И у нас в программе небольшой велопробег в сторону центра Риги. Я все вам показывать не буду, чтобы не было утомительно. Вот сейчас покачу, и там сделаю нарезки. Посмотрите, как тут райончики, как тут все выглядит. Живописная природа, вот здесь вот, видите, спуск к реке Даугава. В общем, поехали! Ну вот здесь пока народу немного. Едем, смотрим по сторонам. Справа огороды, слева просто зеленые заросли. Как вы видите, и деревца посажены новые. Вся дорожка освещена, имеет ночную подсветку. Есть места там со скамейками. Продвигаемся немножко вперед. Пока здесь немножко скучно. То есть людей немного еще. В основном вот эти огородные участки. Немножко велосипедистов, чуток. Встречаются и пешеходы редкие. Но приятный воздух, живописно. Видите, вот сколько деревцев насажено. Молодых. Слева там есть места для отдыха. Вот смотрите. Такие специальные скамеечки, где можно вытянуть ноги. Полулежанки такие. Здесь и огороды в зеленых зарослях. Немного для машин дорога, гравийка. Пока это огороды Дарзини. Дальше будет интересней. Несколько вперед переместился. Опять же, видите, свежевышлеженные деревца. И уже идут ангарчики. Обратите внимание. Причем вот этот как приватизированный ангарчик. С новой дверью там, вставленным. С воротами какими-то. И вот эти вот холмы зеленые. Это старые ангары. Еще, насколько я знаю, из-под старых военных самолетов. Здесь уже хорошо видно Даугаво. Дальше будет еще лучше видно. Едем вдоль большой реки западной Двины. Или у нас она называется Даугаво. Кресло там, видели? Под деревом было. И вот здесь уже огороды начинают заканчиваться. На той стороне тоже есть застройка. Выходы вот к воде. А тут посмотрите, как живописно. Большая река, много зелени. Здесь я уже переместился к современной площадке. Такой игровой, спортивной. И дальше уже велодорожка идет совсем близко к реке. Видите, тут увеличилось количество людей. Как велосипедистов, так и просто прохожих. Паренек на колесе. Едем с ветерком. Красота. Единственное, хотелось бы пошире дорожку. Но все-таки здесь она такая, ну, как обычный, не знаю, тротуар. Если велосипедисты, пешеходы, особенно с колясками гуляют, то тесно. Не предусмотрели. Ну, может быть, не было возможности. Сэкономили. Сделали такой эконом-вариант. Тем не менее, вот сейчас, смотрите, уже мы тут у Далгова как едем. Очень живописно. И сейчас кое-что покажу. Ну, а тут я Далговы от этой велодорожки свернул немножко в сторонку. Здесь есть территория небольшого поместья. Ну, когда-то было, может, и большое поместье. Сейчас от нее мало что осталось. Там развалины. Вот прудик. Который тоже был тут на месте этого поместья. И вот один из домов. Одно здание слегка восстановлено. Там сейчас ресторанчик. Что-то еще. Но сегодня, не знаю, работает он, не работает. Тут же вот туалеты. Парковочные места. Стоянка для машин. И, в общем-то, где-то здесь уже начинается район Кингаракс. Сейчас поедем еще дальше. Посмотрите, как выглядит район Кингаракс. Ну, а потом у нас еще будет улица Красто. Какие домики на той стороне, а? А мы возвращаемся к прогулочной полосе. Тут же хорошо видна телебашня наша рижская. Шикарная. Немножко панорама старого города. И продолжаем нашу велопрогулку. Сейчас, можно сказать, уже начнется район Кингаракс. Но технически он уже начался. Просто застройки не видно. Но вдалеке, вот вы уже видите, там домики. Кирпичные 12-этажечки. Луга. Много, видите, зелени, леса, кусты. Рига, она такая протяженная и очень зеленая. Люди тут у воды отдыхают. Там-сям. Тут уже, видите, народу побольше стало. Очень приятная погода. Не жарко. Солнце греет хорошо, но дует ветерок. Температура где-то 23-24 градуса. Очень приятно у воды. С воды такой прохладный ветерок дует. А тут уже, смотрите, пляж. Оборудованный пляжик зеленый. С лежаночками. Летним барчиком. Раздевалочки. Спасательная станция с полицейским участком. Парковочка. Все как надо. Трейный аппарат. Там же туалеты, мусорники. Лежонки все заняты. Надо свою простынку доставать. Очень живописно. Много места, где можно загорать. Передвигаемся немного вперед. Это я вот на вышку залез. Тут такая небольшая вышечка есть. Смотрите, тут какие домики уже с панелями этими для солнечных батарей. Энергию добывать. Камыш, растительность. И красивые виды. Ну что ж, переместился я немного вперед. Тут вдалеке вы видите бывшую фабрику Красный Квадрат. Саркана из Квадратс. Насколько я понимаю, на ней выпускались различные резиновые изделия, типа калош, резиновых сапог. Еще какая-то обувь. Что-то там еще. В сельское время был вообще очень такой крупный завод, фабрика. Но сейчас она уже совсем не работает. Там частично переделаны подофисы, квартиры. Я так понимаю, здесь мастерят лофты. Ну посмотрим, как она будет. Старый забор остался, этот фабричный. Такие смотровые, как балкончики. Пенсионеров много. Сейчас камеру немного приподыму, покажу вам через забор, что там видно. Где вот бывший Красный Квадрат. Какие-то работы там вроде бы и ведутся, но непонятно. Насколько это все серьезно и когда это будет закончено. Надо так аккуратно уже людей объезжать. Тут вот у забора прикольно сделаны скамеечки с полунавесами такими. Ну и смотрим на реку. Люди как там кормят лебедей. Много птиц, лебедей, утки, чайки. С собаками люди тоже гуляют. Ну тут есть где развернуться. А мы будем продолжать наш путь. И теперь уже, как вы видите, мы едем вдоль пятиэтажечек советских. Они здесь прямо у воды, можно сказать. Липы. Очень приятный аромат. Такой липово-цветочный. Есть немножко частного сектора. Конечно бы тут хотелось пошире этот тротуарчик. Но я повторюсь, как есть, так есть. И так неплохо. Большое пространство внизу у воды. Там люди, не знаю, и рыбу ловят, и купаются, и шашлыки жарят. Пикники устраивают. Ну а сами эти панелечки очень советские. Вы сами все прекрасно видите. Застройка района вдалеке видна. И тут же пруд. Прудик. Вот видите. Какой здесь расположен. Тоже он впадает в Даугаву. Представляю, как тут квакают лягушки по вечерам. Возможно, и бобры живут. Едем, смотрим дальше. Какие тут есть зоны. Тут около школы. Там спортивная площадка. Теннисные столики. Вот велосипед. В честь этой открытия дорожки. Питьевой такой фонтанчик. Колонка, где можно там умываться. Наливать воду. Просто пить воду, поить собачек. Ну и дальше, опять же, советская застройка. Видите, дома не реновированные. Как их построили в свое время. Уж не знаю, каких они там годов 60-х. Так вот. С тех времен капитального ремонта не было. Много всяких старушек сидит. Правильно, погода отличная. Торцевые стены слегка термоизолированные, как вы можете видеть. Ну, очень приятный запах. Вот прям едешь и получаешь наслаждение. Качу-верчу, неспешно я. Там тоже, видите, заделана торцевая стена. Ну, только так. Полной реновации нет этих домов. Спуски к воды. Их тут много, видите, почти все скамеечки заняты. Народ активно прогуливается. Красота! Немного, как люди живут. Клумбочки у домов. Там цветочки на балкончиках у некоторых. Ну, и воздух. Воздух непередаваемый. Хоть и в городе мы находимся. Тут тоже, смотрите, зеленая зона с шахматными столиками. Скамеечками в стороне. Вот так вот, отделенными от дороги. Это очень хорошо сделано. Ну, вот где такие есть места. Да, действительно, сделаны они. Тут еще у нас есть одна проблема с частной землей. Но об этом я чуть позже расскажу. Там доедем до одного места. С чем она вызвана? Смотрите, как лумбочка там у кого-то сделана. Шикарная. Тут даже, видите, с палатками народ выходит. С удочками. И кофейный аппарат. Ну, а вот здесь, да, у школы тоже зелено красиво. 12-этажечки кирпичные. Но, вот сейчас вот об этой проблеме я вам расскажу, покажу. Все очень наглядно. Смотрите, тут как бы тротуарная часть нормальная. Вот это Рижской думой сделано. Все там отремонтировано. А сбоку, вот где дорога для автомобиля. Видите, какая гравийка с огромными лужами. Это просто кошмар. Все дело в том, что вот это частная земля. И частник должен ее облагораживать. Ну, а ему нафиг это надо. Он там стрижет деньги немного с этих жителей домов, где это частная земля или там чего-то, может, еще имеет. И он не обязан тут прокладывать асфальт. И у нас вот со времен приватизации и возвращения имущества, вот в 90-е сложилась такая дурацкая ситуация, что нахапали всяких кусков. Там, кстати, Южный мост, мимо которого мы тоже будем проезжать. И вот много территорий не в руках Рижской думы. Они на ней не могут ничего сделать. Благо тут уже, видите, заканчивается это безобразие. Идет нормальная дорога. И какой-то тут институт научно-исследовательский. Там даже новострощик есть, пару домиков. А здесь вот научный институт, вроде связанный с физикой, с информатикой. Еще с советских времен он располагается в этих корпусах справа. Они еще слегка обновленные. Там ремонт проходил когда-то, капитальный. Еще такие какие-то обновленные здесь корпуса. Дальше склады идут. Ну и все тянется. Вот эта вот велодорожка и Кенгарахский променад. Вплоть до Южного моста. Еще немножко вперед переместились. Смотрите, пляжная зона. Симпатичная девушка на камне сидит. И вот мы уже подъезжаем к Южному мосту. Это единственный мост через Давгову, что построили в независимой Латвии. Стоил огромнейших денег. Там чуть ли не миллиард со всеми подъездными путями. И Рижская дума до сих пор за него кредит платит. Хоть построили его уже лет 15 назад. Вот он какой, этот Южный мост. Ну что ж, а вот это его развязки. И там уже улица Краста, на которую я сейчас выеду. И там продолжим наш путь. Ну и вот я уже на Краста. У легендарного центра отдыха Лидо. Здесь же там какие-то склады и мойка автомобилей. Ну что ж, едем вперед. Вот он, как выглядит этот центр отдыха Лидо. На той стороне. Между проезжей частью, видите, зеленая зона. Неплохо так облагорожена. Тут на Краста как бы все просторнее. Да. Довольно хорошо все сделано. Видите, там была Пасха, поэтому петушок. Или не знаю, что петушок, лето. Или еще с Пасхи остался. Золотой гребешок. А тут большой гаражный кооператив. Большой гаражный кооператив и вездесущая Рижская телебашня. Ну и как вы видите, здесь разделена часть тротуарная и часть велодорожки. Уже такая полноценная велодорожка, можно сказать. И тротуар отдельно для пешеходов. Тут уже все по уму сделано. Даже немножко удивительно, что мало велосипедистов. Там собачке плохо стало, да? Ой, а я не понял, что ты мне там показываешь. Гражный кооператив советского времени не изменился, насколько я вижу. А, людей не так много, да? Ревцы досажены, правда, очень мелкие там, где были прорехи. Вот хоть и трасса рядом, но ехать приятно, в принципе. Так приятно, как вдоль реки, но тоже хорошо. Тут, обратите внимание, тут у нас центр MC-квадрат. Такой магазин. Ну, достаточно дорогая продукция там продается. Магазин таких элитных товаров, можно сказать. Разные здесь магазины, заведения. Вот тут тоже хорошо сделано, что можно посидеть, отдохнуть там, перекусить. Даже выход к воде, по-моему, есть. Так раз-то тут все есть. Выставочные центры, офисы, супермаркеты, бензоколонки. Все, что надо. Вот немножко вперед еще проехал. Видите, большой Хесбургер. Тут что-то еще ремонтируется. Ну, и там Porsche даже есть, видите. Автосалон. И едем дальше. Вот кустики посажены, деревца там. В зеленой зоне между дорогой. Вот это по уму. Это мне, в принципе, нравится. Здесь же магазин Sky. Ну, Sky это считается продуктовый магазин для более состоятельных людей. Ну, средний класс и выше. И там впереди еще Молс. Большой супермаркет. Вот сейчас я к перекрестку подъехал. Ну, к пешеходному переходу, светофору. Тоже так неплохо сделано, да, по-современному. Облагорожено. И тут вот рядом как раз с этим Молсом. Это, кстати, первый крупный супермаркет, который появился после развала СССР в 90-е годы. Там даже за владением, по-моему, пару человек убило. Ну, убили. Ну, ладно. Вот я еще подъехал к интересному местечку. Смотрите, тут Лавву Центрс. Лодочный центр. Ну, на самом деле здесь катерки и яхточки стоят. Шикарное место. Вот это уже можно сказать яхточки. Ну, моторные лодки, катерки, яхточки. Так что Лавву Центрс – это скромное название. И вот это все рядом с Молсом, в общем-то. Там впереди сталинская высотка и уже панорама Старой Риги. Видим башню Святого Петра и Домский собор. Далее переместился уже к реке. Тоже тут зона отдыха и островной мост. И тут мы будем потихоньку уже заканчивать наш путь. Пересечем сейчас островной мост. Покажу, какие тут проезды. Смотрите, вот для велосипедистов и пешеходов здесь снизу. Тоже отремонтировано. Сделано, в общем-то, по уму. Освещение тут хорошее сделано. Есть камеры видеонаблюдения. Ну, каляки-маляки на стенах. Но это мелочи. И вот этот вот островной мост, он, конечно же, построен во времена СССР. Не помню, когда его сдали. Где-то в начале 70-х вроде как. И вот там уже видна лучше панорама Риги. Это огромная наша река Даугава. Телецентр с левой стороны. И широкая такая вот дорожка. Тут тоже, в принципе, ехать одно удовольствие. Проехал половину. Видите, здесь разделяет полуостров, где телецентр стоит. И вот катим дальше. Там тоже зоны отдыха. Большая зеленая зона. Со всякими игровыми площадками, спортивными площадками, пляжем. Там даже есть площадка специальная для выгула собак. Местечко это называется Мукусало. Заворачиваем налево. Сейчас покажу его. Мы еще тут пляжик нам укусали. Тоже приятные живописные виды. Видите, тут люди купаются. Даже есть песочек. Там раздевалочки, переодевалочки. Дальше там есть и зоны для пикника. Зимой тут лыжные трассы организуют. Там дальше можно на мост опять же заехать. Ну и телебашенка опять же вездесущая. На этом нашу велопрогулку мы заканчиваем. Пишите, как ваши впечатления. С вами был рижский гид Андрей. Встретимся в других моих видеозаметках. Пишите, как ваши впечатления. Продолжение следует...